Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня воскресенье, 16 сентября, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из 2-го послания апостола Павла Коринфянам, глава 6, стихи с 1 по 10. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Мы же, как спаспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятной я услышал тебя и в день спасения помог тебе». Вот, теперь время благоприятное. Вот, теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя, как служители Божии в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове Истины, в Слове Божией, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам поразмышлять над вторым посланием апостола Павла к Коринфинам. И в этом послании апостол Павел говорит о служении. И то, что он говорит примитивно к своему служению, конечно же, мы должны проецировать и на свою собственную жизнь, и искать в этих словах апостола Павла утешение и нам в наших жизненных трудностях каждому на своем месте. Ведь все мы, являясь чадами православной Вселенской Церкви, все мы являемся членами тела Христова. И как у тела есть множество различных органов, и они выполняют различные функции, так и мы в едином теле Церкви, в едином организме Церкви стоим, каждый на своем месте выполняем свою функцию. Каждый на своем месте. Священники в Церкви, работники, которые выполняют работу, не связанные с церковной жизнью, но являющиеся церковными людьми, тоже выполняют служение Церкви. И по ним судят о том, что такое есть Церковь, и кто такие люди, которые в нее ходят, которые являются Церковью. И вот апостол Павел пишет, «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божии в великом терпении». Здесь употребляется греческое слово, которое очень сложно перевести на русский язык, дабы очень четко передать его значение. Поэтому нужно дать развернутое определение этого слову. И здесь говорится не о терпении, как о неком пассивном ожидании чего-то неизбежного. Не человека, который смирился и безропотно ждет удара судьбы, но человека, который всегда стремится встать наперекор тем обстоятельствам жизни, которые пытаются его сломить. Это не бездеятельное ожидание неизбежного, а это энергичное стремление преодолеть трудности. И в великом терпении, это в великом, но в таком вот терпении, мы должны являть себя как служители Божиим. И дальше апостол Павел пишет «в бедствиях, в нужных, в нуждах, в тесных обстоятельствах». В бедствиях, в нуждах. Есть такие обстоятельства жизни, которые неизбежны. Мы можем долго избегать различных неприятностей, но есть такие, которые должен претерпеть каждый человек, и он не может от них избавиться. И это, конечно же, скорбь, это внутреннее угнетение, и много можно что перечислять. Также это можно сказать, что некие болезни, и вообще тленность человека, и весь тот не просто дискомфорт, все те ужасные последствия, которые с этим связаны. Никто не может этого избежать. Как бы долго он не пытался бежать от этих проблем, он неизбежно с ними столкнется. И несмотря на все это, терпение, великое терпение позволяет все это преодолеть. В тесных обстоятельствах действительно бывает в жизни так, что скорбь и те неурядицы жизненные как стеной окружают тебя, и ты находишься в маленькой комнате, и стены сужаются, и, казалось бы, нет выхода из этой комнаты, тех жизненных обстоятельств и скорбей, которые тебя окружают, но великое терпение позволяет преодолеть и все это. И далее, это внутренние эмоциональные проблемы, с которыми может столкнуться человек. Но дальше апостол Павел говорит о внешних. Внешние — это пятый стих. Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в гнениях, в постах. Это те внешние проблемы и тот внешний дискомфорт, который окружает человека. И те трудности, которые возникают у человека на пути преодоления этого, могут быть разрешены только великим терпением, о котором говорит апостол Павел. В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви. А это уже дарование благодати Святого Духа. Это уже дар Божий, который раскрывается в человеке. Чистота, благоразумие, великодушие, благость, Дух Святой, нелицемерная любовь. Слово истины в силе Божией, оружие правды в правой и левой руке. И далее апостол Павел перечисляет различные ситуации, в которых человек оказывается, и в которых оказывался, конечно же, апостол Павел, и который он преодолевал. И несмотря ни на что, несмотря на те колебания, которые претерпевали христиане тогда, они являли себя, во всем являли себя служителями Божиими. И вот те скачки, о которых мы только что говорили, в чести и бесчестии, в порицаниях и похвалах, конечно же, хорошо, когда твои труды, когда тебя замечают, когда то, что ты делаешь, как-то поощряется. И тогда ты вдохновляешься и готов с новыми силами трудиться на благо церкви, на благо ближних, и на благо того дела, которое ты делаешь. Но гораздо сложнее жить вот с такой внутренней мотивацией, когда тебя порицают, когда ты находишься в бесчестии. Но и в этом случае христиане должны вести себя, являть себя служителями Божиими и являть себя во всем. И это можно делать только в великом терпении, в великом стремлении преодолеть эти трудности, уповая, конечно же, на Бога. Христиане – это должны быть такие упрямцы, добрые, добродушные упрямцы, которые стремятся, стремятся угодить Богу и также стремятся проявить любовь к ближнему человеку. Поэтому будем становиться такими упрямцами, как это показало нам своей жизнью апостол Павел. И мы видим пример этого в 6 главе 2 послания апостола Павла Коринфина. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться. И помните о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его стороны сообращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе. И до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться великолепнее Твое при и выше небес. Субтитры создавал DimaTorzok